Утро от первого, мы на месте. Тринанс за рвотом, вручили, где тускло уходится. Изопринято, уезжаем. Сотрудники дорожно-патрульной полиции задержали молодого человека, подозреваемого в грабеже. С заявлением об этом преступлении к полицейским обратился житель нашего города. По словам потерпевшего, в дендропарке к нему подошли двое парней и, угрожая оружием, забрали у него деньги. Они подошли ко мне. Один из них вытащил пистолет и спросил, есть ли у меня деньги. Я ответил, есть, только на проезд. После этого они сразу полезли в карман, вытащили примерно полторы тысячи тенге, которые были у меня с собой, а также сотовый телефон из другого кармана и скрылись. Сразу после ограбления молодой человек проследовал за обидчиками, а позже нашел ближайший полицейский пункт и обратился за помощью к сотрудникам полиции. К нам пришел молодой человек, который сказал, что двое неизвестных ему парней, угрожая пистолетом, похитили деньги и сотовый телефон. Мы с напарником отправились на розыск подозреваемых. На улице Бэдибекби возле автозаправочной станции мы увидели двух парней, похожих по описанию на нападавших, задержали одного из них и при досмотре обнаружили у него пистолет. Оружие оказалось игрушечным. Кроме пистолета, полицейские изъяли у подозреваемого и похищенные деньги. Мы шли с моим другом и увидели этого парня. Друг предложил, давай его тряханем. Я говорю, зачем он говорит, посмотрим, что у него есть. У нас с собой был игрушечный пистолет, который вчера я нашел на улице, и мы, пригрозив им парню, забрали деньги. Задержанного полицейские доставили в Каратауский районный отдел внутренних дел и сейчас разыскивают второго участника преступления. Автомашина сбила щит и скрылась с места происшествия. Сейчас осматривают близлежащие улицы, но ее нигде нет. Как поняли? Накануне жители улицы Дулатова провели ночь в неотапливаемых домах. Поздно вечером неизвестная автомашина вылетела на обочину дороги, сбила газораспределительный щит, повредив газовую сеть и скрылась с места происшествия. Все произошло глубокой ночью. Мы услышали удар, потом произошла сильная вспышка, будто что-то замкнуло и хлопок. Здесь набирался газ, и когда со столба упала искра, наверное, полыхнуло. Полчаса прошло, как все произошло. 755-й экипаж Дорожно-патрульной полиции, выехав на место происшествия, провел осмотр места ДТП и обнаружил части автомобиля. Нам в Центр оперативного управления поступило сообщение об утечке газа по улице Дулатова. Мы выехали на место вызова и обнаружили, что неизвестный автомобиль повредил газовую трубу и щит. Пострадавших в происшествии не было. Теперь расследованием этого дела будет заниматься Абайский РОВД.